Когда-то один пророк плакал, что он остался один, один я остался, совсем один остался, плачет, просит смерти, меня возьми, всех убили, теперь я один остался, выжил чудом каким-то Божьим, и забери меня, Господь. Но он сказал ему, нет, 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 найн, найн, нет, 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 лё, лё по-еврейски, лё по-израильски, лё, нет, найн, еще есть 7 тысяч, пойди помашь царя над Сирией, пойди помашь царя над Израилем, и пойди помашь пророка Елисея вместо себя, и тогда я заберу тебя. Бог ответил на его молитву, он его забрал при жизни живым. Огненная колесница подхватила и унесла. И таких два пророка, два, две маслины. Не надо обольщаться, никаких других маслин не будет. Первая маслина это Енох, Енох ходил пред Богом и не стало Еноха. Вторая маслина Элиягу. И в царстве Антихриста будет две маслины, когда церкви на земле уже не будет. Поэтому не надо сочинять ничего, не надо ничего придумывать. Будьте трезвыми, дорогие. Очень много сейчас высвобождается пророчеств. У меня лента забита вся пророками, словами, словами, словами от имени Бога. И где-то есть зерно, где-то есть налет, где-то есть мистика, фикция, где-то просто декларация, декламирование. Просто звучат слова. Слово Божие, оно не подобно ли огню. Слово Божие не подобно ли щелочи. Слово Божие не подобно ли мечу. Поэтому не путайте свои слова, мечты и мечты других людей. Пастят очень много американских пророков и других каких-то величин. Но для нас они не величины, поймите. Это величины для младенцев. Младенцам нужны авторитеты. А людям, которые духовно выросли, уже достигли зрелости, у них один авторитет. Это Отец Наш Небесный. Знаете, в одни Ишуа было много пророков, много учителей. Масса духовенства. Но он сказал, я ничего не делаю, не получив ведение от Отца. Я слушаю Отца. Я слышу Отца. И я делаю все, что говорит Отец в деталях. Деталях. И вот эти детали, они очень важны. Очень. Мы сегодня будем читать с вами Исшая 27 глава. И тема, она будет называться «Зверь, выходящий из моря» или «Прекрасный виноградник». У нас две темы в одном. То есть сейчас одновременно происходят следующие события. Я буду читать, а вы слушайте. И потом прослушайте еще раз с Библией. Посмотрите места Писания. Помолитесь. Не спешите комментировать. Помолитесь. Получите ведение. Ведение. Потому что я уже как-то это написал. По комментам вашим узнаю вас. Человек, который комментирует, он свою глупость выдает сразу, мгновенно. Вот. Хорошо. Так. Хочется в скайпе тишины. Птички поют. Хорошо. Тишина. 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 Так. Я не вижу, кто это. Ну, птички поют у меня. Хорошо. Выключайте микрофончики, пожалуйста. Двадцать седьмая глава Исайя Ищаягу. В тот день. Скажем себе. В тот день. В тот день. Какой? Число есть? Дата есть? Год есть? Конечно. Конечно. Есть дата. Есть число. И есть понимание день. Один день. Один день у Господа тысяча лет. То есть в это тысячелетие, в этот день, в этом тысячелетии, Адонай поразит мечом своим, тяжелым, 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 и большим, и большим, и крепким. То есть у Господа есть в руке меч. Меч большой. Меч тяжелый. И меч крепкий. Крепкий. Это его слово. Основные три дара служителей слова. Это апостолы, пророки и учителя. И вот меч. Это и есть апостолы, пророки и учителя. То есть кем он будет поражать? Нами. Теми, кто является апостолами, пророками и учителями. Вот это три основные дара из девяти. Основные. Это острие. Это лезвие. И это все. Вся мощь. И когда Адонай найдет апостолов, найдет пророков и учителей, сделает их мечом, то есть переплавит. Меч откуда берется? Берется руда. Железная руда. Разжигается огонь. Руда туда бросается. И пошла переплавка. Плавка, плавка, плавка. Потом кузнец кует эту штуку, форму, дает ей массу, эту огненную, раскаленного металла. Заливает формы и кузнец обрабатывает этот меч. Потом в воду, опять в огонь, опять в воду, закалка идет. И когда меч готов, тогда его пускают в битву. Не раньше. Не раньше. Но и не позже. Поэтому для того, чтобы Господь поразил кого-то или что-то в духовной войне, ему нужен меч. Ему нужны апостолы, настоящие, прошедшие переплавку, пророки и учителя. И когда он сделает меч свой, большой, это меч большой, большой меч, тяжелый, никто, кроме Господа, его не может поднять, никто. Крепкий, крепкий. Это люди такие там, сталь, сталь. Серьезные люди, богатыри. И тогда бог этим мечом может кого-то поразить. Вот так это работает в деталях. Поэтому, когда вы читаете Писание, Писание дает вам картину в целом, без деталей. И когда мы начинаем понимать детали, тогда начинаем понимать сущность картины в целом. И вот 27 глава Исаии, Ища Ягу, и есть картина в целом на сегодняшний день. 18 мая, 2018 год, или 3 севам, уже 4 севам, 5778 года. Что происходит? В этом тысячелетии, в конце, прошло два дня, со дня воскресенья Ищуа, и он ушел. На третий день все случается. Третий день это тысячелетие еще царствовать ему. Два дня прошло, второй день заканчивается. И вот сейчас наступил час, когда Адунай подготовил свой большой, крепкий, тяжелый меч. И этим мечом, устами пророков, апостолов и учителей, он паразит Левиофана. Или Дракона. Дракона. Это одна личность, одна. Ее называют евреи Сатан. Называют христиане Сатана, Дьявол, Люцифер, Вильзевул, разных имен много. Но это одна личность. И вот этим мечом он получает большим и крепким, тяжелым, смертельные удары. Бебец! Вас когда-нибудь рубили мечом? Только понарошке, да. Если бы вас рубили настоящим, вряд ли бы вы меня слушали сейчас. Но когда идет удар мечом, Такая тишина звенящая. Это серьезное объявление. Почему? А с кем воевать? Меч ударил Левиафана. Большой, тяжелый и крепкий. Он ударил его триединство. Он состоит из змея прямо бегущего, змея изгибающегося и чудовище морское. Вот три сущности, триединство сатаны. Триединство Люцифера. Это его треугольник власти. Вот есть отец, сын, святой дух. В человеке есть дух, душа и тело. А у дракона триединство, это он сам, как отец. Его сын Антихрист и их помощник пророк или зверь. Вот эти триединства будут разрушены мечом тяжелым, большим и крепким. Помните, на этой неделе Дух Святой сказал, что Господь отсечет. То есть, этим даром Господь отсекает от церкви щупальца зверя. Этим мечом проведена линия, которую дракон не перейдет и больше ничего не может сделать. В чем поражение? Не в том, что Бог убил. Нет, они остались живы. И они еще будут царствовать. 42 месяца. Еще три с половиной года землю ожидает правление антихриста, дракона и лжепророка. И люди, человечество еще будут жить в обольщении. Но также три с половиной года ожидают церковь. Подготовка к восхищению. Другого времени дано не будет. Вот это три с половиной года последние, 42 месяца нам отпущены на подготовку к возвращению истинного Машеха, царя всех царей, Бога всех богов. Для чего Бог отделит нас мечом своим большим, тяжелым и крепким, чтобы эти силы нам не мешали готовиться? Ну, мне некогда заниматься сейчас какой-то духовной войной. Да она мне нафиг не нужна уже больше. У меня другое событие, у меня свадьба, я замуж выхожу. Извини. Я уже не настроен воевать, хотя я всю жизнь воевал, сколько себя помню. И Бог сказал, хватит воевать. Алло, невеста, ты что собираешься замуж вся такая в шрамах, в лентах пулеметных такая, с линии фронта идет замуж. Подожди, твой муж не революционер. твой муж это повелитель вселенной. Твой муж это владыка всего видимого и невидимого. Если тебе что-то мешает, он это отсечет. Если что-то тебе не дает, он готовится, ты только скажи, ты только скажи, мешает. и он большим мечом ругает и отсечет. И никто мешать не посмеет. Вот такой период истории мы с вами вступили. Паразит Господь. Что он сделает? Паразит. Поражение это проигрыш. То есть все враги уже поражены. Они уже проиграли. Они уже бессильны. Как пал ты Дениса с инзари разбился. А что? А скалы? А что такое скалы? Это вера апостолов, пророков и учителей. Это фундамент, на котором мы стоим. Это скала. Он пытался нас атаковать, но разбился оскалы. Разбился. Как сделался ты бессильным, 14 глава Ишая. Ты, поражавший народы, ты, перед которым до сих пор боятся все христиане. Христиане боятся духовной войны. Они боятся колдунов. Они боятся сатанинских вот этих жрецов. Они вообще всего боятся. Воров боятся, бандитов, изнасилования. Всего боятся. И все время трясутся. ой, ой, что там, как бы что ни случилось. Страх. И вот посредством страха Люцифер управлял церковью в том числе. Но появились апостолы, появились пророки, появился меч в руке Всевышнего, и Всевышний ударил мечом и сказал хватит! Хватит! Вот граница! Сунешься, отрублю голову раньше времени. И Сатан знает, знает руку Божью тяжелую. Бог его уже сбрасывал с небес. И он знает, как это работает. Он уже пытался воевать с Архангелом Михаэлем и получил по полной программе. Поэтому он в этот день 18 мая 2018 года 4 севан мы возвещаем поражение наших врагов. И больше они нам не мешают. не смеют мешать. Мы заняты важным Божьим делом. Нам нужно приготовиться к возвращению Машеха. Нам понадобится три с половиной года на подготовку. И они у нас есть. Половина шмиты отдана нам, половина сатане. Все по-честному. Бог все проделил. Семь лет разделил пополам и по моим подсчетам это где-то будет через два года. По моим подсчетам неточным. Но это может произойти в любое время, потому что время в руке и власти Божьей. Отец положил его в своей власти. Как только церковь готова, арханг архангел дунул, карета прилетела, невеста вошла, пять девочек с ней, подружки, и свадьба улетела. Пять остались на земле плакать горькими слезами. И остальные остались, которые примут начертание зверя и будут три с половиной года переживать в страшное время. А мы будем небесный телевизор смотреть. О, смотри, брателло, мы же тебе говорили. Ты что? А, тяжеловато, да, 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 видим, видим. Отец, можно чем-то помочь ему? ой, вей, мы заняты встречей Машеха. Да, это сейчас самое важное. Итак, первый стих. Это половина правды. Теперь вторая половина правды. Поражение ускользающего змея, поражение извивающегося змея, и поражение морского чудовища, это первая половина правды. Вторая половина в тот день, вот все в одно время произойдет, в тот же день, в это же тысячелетие, воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я Адунай хранитель его. Давайте это скажем. Я Адунай хранитель его. Кого? Виноградника. Я Адунай хранитель его. Я не знаю, вы когда что-нибудь охраняли в своей жизни, но он, если что-то охраняет, не пролезет даже муха. У нас в доме две мухи было перед собранием. обе мусорники дохлые всего. В нашем доме мух не будет. Я охраняю дом от мух. И на моей вахте, на моем служении не будет мух в доме. все. Дай амэн. Церковь, которую создал Всевышний, не даст создавшему ее плод сладкий, вкусный, отменный, а даст ему терные волчцы, что попало вместо винограда. Помните еще там смоковницу пришел покушать, захотел смокусь. Подошел в смоковницу, а ему смоковница. Бог таких шуточек не понимает. Не понимает таких шуток. «Я войной пойду против него». Эй, 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 и Михаил там, эй, эй, да только дай команду, я порву сейчас за те, всех порву тут, кто тебе мешает. Да только дай, что ты какие со мной, ребята, они ж уже ждут, кого будешь замочить. Где враги? Дай команду, все, порвем. «Я войной пойду против него». «Я войной пойду, эй, я войной пойду, эй, я войной пойду против него». Хочешь с Богом повоевать? Иди вот! Ты что, сумасшедший? Тебе нужен этот цоррес на всю твою больную голову? С Богом надо помириться, ищите мира, ищите мира, просите Всевышнего помиловать вас. Одна написала мне в ленте, что больная, у нее все болит, помолите за меня, страшные боли. Дух Святой написал, пой рахем. Вот просто пой рахем, рахем, пой, чтобы Бог услышал тебя. И когда Бог слышит, когда с земли поет, ой, радость, где радость? Мне кто-то там даже писал, а что вы смеетесь, что такое смешно? Это несерьезно, да, несерьезно, это же смех, это юмор, это радость, веселье, симха, все. это то, что нам поверено, всегда радуйтесь, всегда. Даже когда ты не хочешь, или не можешь, или во все вокруг против, а ты carbohydrate, мне сегодня одна рассмешилась, сестра благословенная, может, она смотрит, я напечатал, что Божье великое состоит из деталей, но напечатал белыми буквами на черном фоне, вот послушайте, Она пишет не о великом, она увидела не великую деталь, а черный фон. Она пишет, а почему на черном фоне? А я прочитал, почему на черном фоне. И тут же у меня ответ пришел. Я ей пишу, а это для дельтоников, а то жалуются. Это для дельтоников, а то они жалуются. Фон не видят какой. А черно-белые они хорошо понимают. Кто-то сказал, что пророки видят все в черно-белом цвете. Вот это враги, а это наши. Вот этих мочить, а этих любить. Все. И нет серых вот этих, серые прослоечки, нет. Ты за нас или против нас? Ты против нас, но тогда жди, меч большой и тяжелый. А брусится на твою дурную голову. Сам виноват. Не надо было выводить нашего хозяина. Доводить. Он ждал сладкие плоды. Любовь. Радость. Шалом. Благодушие. Доброта. Где? Где? Где сладкие ягоды? Ой, вы кричите. Ой, вы. Поэтому я, Господь Адонай, хранитель его. В каждое мгновение напаяю его. Ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во мне. Нет. Но если кто-то в этом винограднике не вырастет волчицей терны, я войной пойду против него, выжгу его совсем. Выжгу совсем. Сожгу. Дотла. Все. Ни корня, ни ветвей не останется. Вот какая ситуация виноградники. Вы думаете, что Бог только против сатаны будет меры принимать? Он и против плевелов будет тоже меры принимать. А то растут пшеницы, и не поймешь, где плевел, где пшеница. И вроде брат, а в то же время не брат. Рад ты мне. Или не рад, брат. А то некому на ночлег попасть. Только братьев на земле. И фиг кто пустит тебя переночевать. Или покормит, или даст тебе 100 долларов. Ой, вы кричите. Что же это за братья такие непонятные? Где плоды? Где? 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 Поддержка. Где? Мы же братья, или что? Поэтому Бог смотрит на плод. Плоды. И Он говорит, гнева у меня нет. Но Азохенвей. Если кто-то противопоставляет мне в моем доме. В моей церкви какие-то волчцы. Волчцы это ядовитые ягоды, которые нельзя есть, чтобы не умереть. Волчцы и черны. 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 То я против такого иду войной. Услышьте это, враги. Бог от вас предупредил. Иду войной. Меч готов. Апостолы есть. Пророки есть. Учителя есть. И этим большим моим мечом по хребту получит не только змей, прямо бегущий, и змей избегающийся, и чудовище морское. Но и те, кто вместо драгоценного плода духа вырастил бесплодие плоти. С ними будет разговор короткий. Выжгу. Выжгу его совсем. Навсегда, навеки. Выжгу. Все. Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мной? Тогда пусть заключит мир со мной. То есть еще есть такой шанс договориться с Богом. Видишь, Бог грозный на тебя надвигается. Кричи пощады. Рахем. 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 Пой. Рахем. Помилуй, помилуй, помилуй меня грешного. Помилуй. Бог надвигается. Ой-ой-ой. А показать нечего. Показухой можно людям очи замыливать, но Богу не замылишь своими бумажками, статистикой лживой. Не замылишь. В этом году мы открыли 3000 церквей. Мы покаяли 100 тысяч людей. Мы такие хорошие и великие. Прямо как социалистическое соревнование в церквях. Еще вымпел надо давать за успехи в покаянии передовику евангелизации. Так так оно и есть. В этих союзах сидят, бумаги только переводят. Вот такие кучи у меня были бумаг, когда я был епископом. Кучи в этих союзах не знал чем заняться, куда девать эти бумаги, инструкции, папки, папки, папки. Это учить, это тема, это бэй, 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 бэй. А потом все это Бог вздул. И мне стало легко жить. Я понял, зачем оно мне надо. Зачем? Кому надо, пусть пишет. Контора пишет. Бумага все-то стерпит. Но Бог уже не шутит, Он идет войной. Если Бог идет войной против людей, если Он собирается выжечь человека дотла совсем, то только один способ есть, помириться с Богом. Пока еще есть минутка, секунда. Сегодня не тяни. Войди в тайную комнату и скажи, Бог, с чем я занимаюсь? Зачем мне этот костюм и галстук? Зачем мне это место в первом ряду там с великими помазами? Да не хочу, я прахом, пеплом покройся, пойду в пещеру, в пустыню. Я буду искать тебя и возревную о тебе. Я буду оплакивать свое бесплодие. Я буду молиться о милости, пока еще далеко. И что говорит, когда начинается война, и ты исчисли, сможешь ли ты противостоять с десятью тысячами вот этой стотысячной армии? И пока далеко они, посылай посольство и проси мира. Иначе, когда они придут, тебе мало не покажется. Поэтому еще есть, еще есть, еще есть время. Немножко, очень немного. Но оно есть. Заключить мир с Богом. Кому непонятно, прочтите книгу Билли Грэм, написал классическую книгу, называется «Мир с Богом». Вот классика. Там все абсолютно понятно самому тупому человеку, самому умному. Мир с Богом. Что такое мир с Богом? Заключи. В грядущие дни укоренится Яков, даст отпрыск, и расцветет Исраэль, и наполнится плодами Вселенная. Наши плодоношения на Земле наполняют всю Вселенную. Если вы думаете, что вы вне зоны внимания всей Вселенной, всех ангелов, архангелов, серафимов, рубимов, всех сил небесных, всех воинств небесных, то вы ошибаетесь. Как раз Земля сейчас находится в самом пристальном поле зрения небесных. И небесные готовы прийти сюда. Присчастье приближается. Присчастье приближается. Это будет момент соприкосновения земного и небесного. Вдруг во мгновение ока ПАМ! Вострубит сначала. ПА-БА-БА-УП! И ПАМ! Мы изменимся. И все. И к этому надо готовиться. Не так, как вы готовитесь. Этому надо посвящать время. Этому надо посвящать мысли. Этим надо заниматься денно и ночно. Потому что это самое важное. Пропустить пришествие. Это ж каким же надо быть дураком. Пропустить самое важное событие во всей Вселенной. И Господь ждал его два дня. Третий день уже все. Здесь будет все по-другому. Но вот этот промежуток между окончанием второго дня и началом третьего дня это семь лет семилетия. Шмита по-еврейски. И половина семилетия это время подготовки церкви к восхищению. Другим ничем не надо заниматься. Бросайте всю фигню. Бросайте ваши атомы. Гидрит и ангидрит. И вы там все запутались в своих этих формулах. Разлагаете там молекулы на атомы. А надо готовиться к пришествию. Не клонированием заниматься. Не развитием там каких-то отраслей. Не бизнес свой наращивать. Можно одной рукой наращивать слегка, чтобы иметь подкрепление. Но основное все 99% посвящено возвращению Машиеха. Грядущие дни укоренится Яков. Яков укоренился 70 лет Израилю в этом месяце. Все. 70 лет. Укоренился 70-летний Израиль встает сейчас как лев. Как великан. Сейчас вы увидите, что тут будет. Я так рад, что я сюда приехал. Я буду видеть здесь прямо находясь. Не сходя с места. Я на следующей неделе переезжаю к Иерусалиму поближе. Поэтому будут трансляции уже из середины Израиля. Но здесь на юге я увидел то, что надо было увидеть на севере. С юга здесь виднее. Знаете, тут юг очень хорошее место. Пустыня это все то, откуда начинается Родина. В грядущие дни укоренится Яков. Укоренился. Даст отпрыск и расцветет Израиль. Дал отпрыск и расцвел. И что говорит? Когда увидите отпрыск, увидите ветки мягкие, смотрите на смоковницу. Все, значит все. Все, все, время пришло. Смоковница сегодня никого не боится. Звонила вчера одна сестра, здесь живет уже много лет. И там над городом военные самолеты. Она говорит, так немножко бздошно стало. Даже духовным людям бывает. Страшновато, когда военные самолеты над крышей летают. Это неприятный звук такой. Вот, военный. А потом говорит, Господь меня так утешил через военных. Я поговорила с ними, они говорят, да ты даже не переживай. Мы все просчитали уже, все продумано. Каждый шаг, там каждый кто-то пискнет, двинется там в одно мгновение, сметут с лица земли. Все. Военная мощь Израиля сегодня достигла таких размеров и уровней, что все сидят, сидят все враги, боятся. Боятся, боятся. Потому что сметут их просто, просто уничтожат физически. Армия Израиля сегодня непобедимая. Самая мощная и сильная в восточном регионе здесь, Юго-Восток. И если кто-то думает иначе, как сказал президент, председатель парламента или как премьер-министр, ну я называю его царь, Бенджамин Давидович Нетаньяху, сын Давида. И он сказал, что если кто-то хочет что-то с нами предпринять, то у нас есть несколько сюрпризов для наших врагов. То есть приготовлены сюрпризы даже. Поэтому Яков укоренился. Он дал отпрыски, он расцвел Израиль. Мы сегодня ходили по городу, я хожу гуляю. Экономика, ребята, высочайшего уровня экономика. Технологии такие, что вообще. Соседи, вот, иорданцы, у Израиля покупают воду. А Израиль воду берет из моря. А иорданцам не хватает тямы, вот, эти, сделать очистительные сооружения, опреснители. Настоящие, высокого технологического уровня. Поэтому они покупают воду, потому что тоже живут в пустыне. Воды вообще здесь нигде нет. Никакой, никаких источников нет. Только дожди. Ой, 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 и то редко, два раза в году. Поэтому они не воюют и не будут воевать с Израилем. Когда палестинцы начинают поднимать бучу, сейчас король Саудовской Аравии, и эти все сказали палестинцам, цыц, молчать, не трогайте Израиль. Это говорит мусульманин мусульманину. А ну-ка не лезьте к Израилю. Вы что, все хотят дружить с Израилем. Потому что от Израиля идет благословение к соседям, к египтянам. К вот этим вот всем-всем-всем вокруг. Поэтому раскачать эту лодку уже не получится. Это уже не лодка. Это броненосец Потемкин. Это мощное, мощное стоит силище сейчас на земле. Он укоренился. Он дал отпрыски, он расцвел. Я в магазин вот зашел, я половины, да хоть больше половины, не знаю вообще, что это такое. Это вообще съедобное, что это такое. Я как в музее хожу на экскурсию в маркет, чтобы посмотреть хоть какие продукты. А какая вкусня, а как готовят. Ой, меня сегодня побаловали, покормили. Класс. И атмосфера, и люди. И люди другие, вообще другие. А мне рассказали здесь, как детей в школе воспитывают. Вообще. Все вообще другое. Психология другая. Это не заштампованный, совдеповский, вот этот вот бедный, несчастный пионер. Это люди новой формации. Новой формации. С ними нельзя уже так разговаривать, как вы со своими детьми. Сейчас как дам тебе. Они не поймут, а полицию вызовут, вас в тюрьму отправят. Дети сейчас такие тут. Тут же. Алло. Родительское насилие. Защитите, пожалуйста, меня от папы. И папу повязали и увезли. Потом суд выносит решение. На 30 километров не приближаться к ребенку. Если приблизишься, вот на 29 километров, мы тебя поймаем, мы тебе впаяем 7 лет, будешь сидеть в тюрьме. Все жестко. Система совершенно другая. Капитализм, да. Развитый капитализм, да. Это уже дальше, чем капитализм. Потому что люди читают Тору. Президент собрал кабинет всех военных, и они разбирали главу из Торы. Где вы такое видели? И они сидят, разбирают Тору, беседуют, делятся мнениями, кто что думает, что тут написано. И они ждут пророка, конечно. Они ждут пророка, потому что Бог через пророка вывел Израиль, и через пророка защищал Израиль. Военная мощь это хорошо. Но мало. Нужна духовная мощь. И когда сверху духовная мощь, тогда Израиль непобедим. Все. Как в дни Давида, так и в наши дни. В грядущие дни, то есть в наше время, 2018 год, 5778, укоренится Яков, даст отпрыск, расцветет Исраиль. И наполнится плодами Вселенная. Так ли он поражал его, как поражал поражавших его? Так ли убивал его, как убитые убившие его? Мерают и наказывал его, когда отвергал его. Выбросил его с сильным дуновением своим, как бы в день восточного ветра. И через это загладится беззаконие Якова. Апостолы учили и учат и будут учить. Весь Израиль спасется. Для Израиля есть карточка, такая, знаете, пропуск. За этот пропуск они заплатили кровью поколений. Они пострадали, да, за свое отступничество. Они пострадали, то, что распинали Машеха. Они пострадали, то, что они отступили в сердце своем от Бога. И через это загладилось их беззаконие. Они пострадали больше, чем другие народы. И плодом этого будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести. И не будут уже стоять дубравы и стуканы солнца. Объездил Израиль, ни одной дубравы не нашел, где поклоняется пока что. И стуканов солнцу не видел. Есть много разных памятней, изображений. Но все они позитивного характера. Интересные даже есть памятники, очень интересные. Ибо укрепленный город опустеет, жилища будут покинуты, заброшены, как пустыня. Там будут пастись теленок, и там он будет покоиться, объедать ветви его. Когда ветви его засохнут, их обломают. Женщины придут и сожгут их. Так как этот народ безрассудный, то не сжалится над ним творец его, не помилует его создатель его. Но, но, это было. Теперь, но. Будет в тот день. Будет в тот день. Будет, скажите. Будет. Будет в тот день. Адунай потрясет все. Подонай потрясет все. То есть, потрясет, это значит, земля будет. Такие землетрясения начнутся сейчас. Вообще, я уже жду. Такие землетрясения, что все. Причем он даже сказал. От Великой реки, то есть от Ефрата, до потока Египетского, это Нил. От Ефрата до Нила, это будет зона потрясений. Здесь, сейчас будет эпицентр всех событий. Следите за новостями. Вы смотрите новости в телевизоре, а мы в Писании. Вот. И наши новости, они приходят намного раньше всех этих СМИ. СМИ туповатые, тупят, потому что плотские. А пророки с башни седьмого уровня видят то, что недоступно другим. Вот что будет в тот день. Первое. Поражение мечом тяжелым, большим и крепким Левиафана. Второе. Виноградник будет воспета песня. Иаков укоренится, расцветет и даст плоды. Все время поражение будет забыто. 70 лет уже прошло. И будет в тот день. То есть, третье большое событие. Адунай потрясет все. От Великой реки до потока Египетского. И вы, сыны Израиля, будете собраны. Один к другому. Ребята спрашивают, надо ли продавать имение. Продавайте имение, ищите еврейские корни и приезжайте. Даже без еврейских корней можно будет жить в Израиле скоро. Это я вам говорю, пока еще даже Кнессет об этом не знает. Израиль откроет полностью свою территорию для переселенцев. И радостно будут принимать семьи с детьми. Давать пособия, корзину, абсорбция. Все это будет. Потому что денег у Израиля будет завалить выше крыши. И спокойно они примут миллионы людей. Миллионы. И это будет. Будет, вы увидите. Израиль будет заселен. Будете собраны один к другому. И будет в тот день. Еще одно событие. Четвертое. Вострубит великая труба. И что об этой трубе говорил Архангел Вострубит. И придут затерявшиеся в Ассирийской земле и изгнанные в землю Египетскую. И поклонятся Господу на горе Святой. В Ершалаиме. Скажем, Амин. Амин. Вот вам субботний пирог с лишнями. Очень вкусный, полезный и сладкий. Прекрасный виноград. Пару слов скажу о звере. Первое. Откровение 13 глава. И стал я, пишет пророк, на песке морском. И увидел выходящего из моря зверя. Зверя. Семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадем. На головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя. А пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон, то есть вот этот Левиафан, силу свою. И престол свой. И великую власть. И видел я, что одна из голов его, как бы смертельно, была ранена. Но эта смертельно рана исцелела. И дивилась вся земля. Вся земля дивилась. Вся земля. Следя за зверем. И поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря. Кто подобен? Зверю всему. У зверя будет имя, фамилия и отчество. Это личность. Это антихрист, конечно. Этот человек называется греха сын погибели. И это произойдет уже в эти годы. Уже началось. И все будут удивляться этому человеку. Кто это? Кто этот? Ты какой бесподобный. И второе. Кто может сразиться с ним? То есть, он будет обладать такого уровня оружием. Ну, как называют. Оружием нового поколения. Он будет обладать такой властью. Через него будут такие идти проявления. Которых земля еще не знает. Эти технологии еще не открыты. Но почему это произойдет? Потому что дракон даст ему силу. Престол и власть. Все смеялись Адольфа Гитлера. Все говорили Да как этот ефрейтор какой-то непонятный без роду, без племени Шекельгрубль что он может? Но Шекельгрубль стал великим и ужасным Адольфом Гитлером. Который несколько лет держал в трепете и ужасе всех включая Великую Британию завоевал Францию Австрию всю Скандинавию покорил всю Европу и собирался захватить весь мир. С ним в коалиции была Япония Италия Испания коалиция и Советский Союз был в начале тоже в коалиции и смеялись думали что это шутка в 26 27 28 году в 30 году когда он начинал но потом было не смешно смотрите фильмы про войну это не смешно гибель более 50 миллионов людей это не смешно концлагеря сдирали кожу опыты над детьми евреи рвы это же не смешно это зверь да это зверь это была тренировка сейчас выйдет зверь который станет мировым лидером Гитлер он Германию сначала под себя подмял этот демон а потом уже началось все 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 по цепочке никто не хочет воевать сильным никто не пойдет против сильного поэтому все удивляться будут и говорить кто же подобен такого лидера еще не было на земле и беспроек войну и даны были ему уста кстати Гитлер тоже был великий оратор он когда говорил там все плакали там трепет приходил на людей и вот ему тоже будет уста говорящие гордо и богохульно что-то будет в этом плане с религией связано однозначно дана ему власть действовать 42 месяца то есть три с половиной года и отвергся уста свои для хулы на юдгей вавгей чтобы хулить имя его юдгей вавгей и жилища его и живущих на небе то время церковь уйдет и все будут спрашивать куда исчезли люди и он придумает теорию опровергающую Библию христианство как сегодня уже говорят что это книга прошлого она уже не актуальна это уже найдены другие книги там есть книги ариев есть книги там еще из космоса есть люди побывавшие на иных планетах и вот эта вся туфта сегодня а почему не хотят истина делает человека свободным нет истины есть не свобода сразу и дано ему было вести войну со святыми и победить их и дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем и поклонятся ему все живущие на земле которых имена не написаны в книге жизни у Агнца закладного от создания мира кто имеет ухо да слышит кто ведет в плен тот сам пойдет в плен кто мечом убивает тому самому надлежит быть убиту мечом здесь терпение и вера святых повторите терпение и вера святых кадош кадош это чистый отделенный неповинный святой человек вот это время церкви церковь это это тело его состоящее из святых неповинных безукоризненных совершенных и несовершенных но чистых чистых которые проявят в этот период истории перехода в царство антихриста он уже начался в мае кто понимает кто не понимает да не понимает он уже начался вы сейчас увидите как эта звезда будет восходить и здесь нужна терпение и вера больше ничего и увидел я другого зверя и так далее теперь смотрим финал девятнадцатая глава и увидел я одного ангела стоящего на солнце и он воскликнул громким голосом говоря всем птицам летающим посредине неба летите собирайтесь на великую вечерю божию чтобы пожрать трупы царей трупы сильных трупы тысячи начальников трупы коней и сидящих на них трупы всех свободных и рабов малых и великих и увидел я зверя и царей земных и воинства их собраны чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его и схвачен был зверь с ним лжепророк производивший чудеса перед ним которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображениям оба живые брошены в озеро огненное горящие серою а прочие убиты мечом сидящего на коне мечом опять мечом исходящим из уст его и все птицы напитались их трупами и потом в следующей главе уже идет связывание самого дракона змея древнего который прельщал народы и низвержение его в бездну под замок под ключ и даже будет положена над ним печать дабы не прельщал уже народы доколе не окончится тысяча лет после же этого ему должно быть освобожденным на малое время вот это сценарий который мы знаем итак зверь который вышел из моря кстати по нему очень много деталей размышляйте 7 голов что это значит 10 рогов что это значит 10 диадем это короны имена балахульные на нем он изображен в виде барса медведя и льва три геральдических знака государств которые имеют на своих знаменах или в своих гербах такую символику барс медведь и лев и что он получил силу крестов великую власть а что прекрасный виноградник а он терпение и вера даже в это в этот период подготовки к правлению антихриста церковь занимается не этим нам не нужно против этого вести войну это определение господне вы их не остановите никто нам нужно подготовиться к возвращению машеха чтобы когда мы готовы и мы говорим все пора пора по дорогу дорогу дальнюю дальнюю дальней идем над милым порогом ах ну приветливо тебе крылом па-па-па-пам орлы взлетят курицы останутся и вороны все орлы улетят они готовятся птички божьи домой собирайтесь чистим перышки наводим порядок полируем клювчик клювчик свой коготки мало ли и мы готовы готовы и когда невеста готова сигнал взлет и посадка уже там это когда вы летите из одного континента другой это то же самое только вы летите тут 12 часов 18 часов а этот перелет займет вгновение ока там все здравствуйте ой смотрите Давид ой смотрите Соломон ой смотрите так интересно а они идут и ведут приветствуем тебя ребя юзык молодец брат классно нам понравилось то что ты делал на земле вот так вот закончится все маршем силой церковь не уйдет в гонениях как крыса не будет прятаться по подвалам а будет как илияху что я человек божий но если я человек божий и ты пришел меня арестовать то пусть огонь на тебя сойдет и сожрет твой спецназ и будут гореть синим пламенем все слуги антихриста меч большой и тяжелый уже есть он уже занесен он уже ударил и отделил нас от этого мира он ударил и отсек щупальца этого чудовища которые нас держали и пугали больше нет ограничений лимит снят все выходи измученный на свободу пленный открывай двери и покинь эту темницу это не твое место начинайте движение начинайте выходить выйди народ мой от нее выйди и не прикасайся к нечистому я приму вас и буду вашим богом а вы будете моим народом ну я вот что это я и это безусловно то я